Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 5 октября Вторым корпусом при участии 19-го и 20-го полков под командой генерала Путилова взята сопка с деревом, взято японских 8 полевых орудий и 5 горных. Оставалось еще три орудия, за которыми в сумерках отправились было наши охотники, но японцы открыли убийственный ружейный огонь. Охотники давно возвратились и стрелять было не в кого, а адская трескотня продолжалась еще несколько часов и, главное, не в ту сторону, где стояли наши войска. Из этого предполагают, что не друг ли в друга стреляли японцы, что легко могло случиться, принимая во внимание и темноту ночи, и то взвинченное состояние, в котором находятся и японские, и наши войска. Редкую, впрочем, ночь не раздается такая же трескотня у японцев. Что до нас, то сперва и мы сейчас же отвечали, но потом был отдан приказ по войскам на такие выстрелы не отвечать и стрелять только по видимой цели. Офицер из отряда генерала Путилова сообщил мне сегодня кое-какие мелочи о самом генерале. Это оригинал, небольшого роста, всегда в длинной рубахе любят шутить с солдатами. Здорово, молодцы! Залпами. Здравия желаю, ваше превосходительство! Соскучились за мной? Новыми залпами. Так точно, ваше превосходительство! Врете вы! Солдата на чеку. Никак нет, ваше превосходительство! На что я вам, старая подошва? Так точно, ваше превосходительство! Ну вот и спасибо. Командовать из Фанзы, ничего не видя, не любит. Сам на позициях изучает и запоминает местность. Когда ему докладывают, что на такой-то сопке появилась артиллерия, то ему совершенно ясны и вся остальная картина боя в связи с этой сопкой, и та наилучшая комбинация, какая, возможно, при сложившихся так, а не иначе обстоятельствах. Эта сопка с деревом называется теперь Путиловской сопкой. Ну, в общем, как японцы. За эти несколько дней они начали нас уважать. Эти отпоры во что бы то ни стало произвели громадное моральное влияние и на нас, и на японцев. У нашего солдата явилось осязаемое сознание, что японцев можно бить, а у японцев, что мы их можем бить. И не могло не явиться этого у них. Эта борьба холодным оружием происходила на моих глазах. Наш громадный сравнительно солдат штук пять приколет маленьких японцев, пока размахнувшийся своим тесаком японец успеет хватить его по голове. Но прежде всего он откроет для штыка свою грудь и, во всяком случае, ткнуть и проколоть скорее, чем размахнуться и тогда уж ударить. И вот какой результат. Теперь японцы уже не ждут и бегут. В плен не сдаются? Какой тут плен, когда солдаты дорвутся до окопов? Когда брали орудие, оставался там один офицер. Он отбросил шашку, скрестил руки и так стоял. В него сразу больше двадцати штыков вонзилось. А между тем было очень интересно взять его в плен. Но ничего нельзя было сделать со зверевшими уже людьми. Они не видят, не слышат. В этом есть и некоторое основание, может быть. Сопку уступали. Взяли первый уступ. Смотрят, лежат мертвые японцы. Лезут на второй уступ. Вдруг сзади пальба в нас. Это мертвые теперь ожили и стреляют. Что ж тут делать? Хотя мертвые, а на всякий случай приколоть его еще раз не мешает. А в плен взять? Где ж тут? Снизу палят, сверху палят. Рук не хватает, чтобы драться. Чтоб подбирать своих. А тут возись с мнимо умершими. Тут и пять армий уложишь. Вы себе представить не можете, что за хитрый это народ. А вдруг кричит на чистом русском языке сопки атакующим солдатам. Пензенцы, назад! Как хотите, а заминка. Назвали по имени и форме приказа. А раз вот что случилось. Перед самыми японскими окопами выскакивает вдруг из окопов русский офицер и кричит солдатам. Вы кричат вам назад! Назад! Понимаете? Главное, в такой знакомой форме все это. К счастью, солдат не растерялся и выстрелом в грудь уложил его на месте. К сожалению, не удалось расспросить солдата. Его при приступе убили. Но, очевидно, японца выдала его лицо. Очень аж оно не сходно с нашим. А раз «Боже, царя, храни!» Хором затянули. Опять остановились солдаты. И в это время к тем уже бежали на помощь. Дьяволы по хитрости. Такую науку пройдем в эту войну, какая ни одной европейской армии и не снилась. И не придумаешь, и не решишься. Казалось бы, и смешно, и по-детски, а вот по-детски, что выходит. В результате все-таки фокусы, но нельзя не признать, что довольно верно рассчитаны на ту дисциплину, в которой воспитан наш солдат. Разговор этот происходил в столовой иностранцев. Это столовая вагон. В одной половине, которая теперь пустая, потому что все атташе на позициях, едят иностранные атташе, а в другой половине – русские офицеры. Теперь это все приехавшие на день за чем-нибудь с позицией. Кормят дорого, но хорошо. Есть вина и шампанское. И с голоду люди рады поесть. Ведь по неделям хлеба не видели. Все вышло. Табак, свечи. Как куры с темнотой ложимся, если можно спать. Вся жизнь превращается в ночь. Промокнешь, продрогнешь. Отцерели спички, да и нет их. Зуб на зуб не попадает, хоть плачь. Я вижу по лицу, что и плачут, может быть. Теплого, почти ничего. Зато и расходов нет. Отчаянный жест. Ведь за самое негодное в десять раз дороже заплатишь. А здесь? Вздох. Мрачный взгляд. Черт его знает, как и чем все это кончится. Как выберемся отсюда, пока об этом и мыслей нет. Какие мысли, когда через минуту, может быть, и тебя-то уже не будет. А какие мысли в это время? Мало ли их. Во-первых, чтобы ты себя хоть в это время чувствовал человеком. Ну, пищи нет. Ну, мокроте. Ну, смерть там. Ну, словом, что говорить? Сыну расскажешь. Сын, внуку, а тот, может быть, и людям поведает. Ну, вот хоть бы вот что. Офицер задумывается. Смотрит на ряд пустых бутылок и решительно говорит. Нет. Может быть, завтра я буду ужать тень. А если я выберусь из этого пекла, Я расскажу своему сыну, Которому теперь... Он наклоняется ко мне. Одиннадцать месяцев. Он смеется, Машет рукой И, цепляясь за шапку, Уходит. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...